Волонтёрский отряд «Открытое сердце» Дома детского творчества города Белая Калитва – первый и лучший волонтёрский отряд в городе. С сентября 2015 года здесь реализуется социальный проект «Уроки доброты в Белой Калитве». Проводит «Уроки доброты» удивительный человек Татьяна Геннадьевна Аракчеева – педагог высокой квалификации, передвигающийся на инвалидной коляске. Татьяна Геннадьевна своим оптимизмом, любовью к жизни и людям подаёт отличный пример силы духа. Татьяна Геннадьевна – победитель третьей степени Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Она учит детей добру и взаимному пониманию с помощью специально созданной программы «Открытое сердце». В этом году отряд «Открытое сердце» отметил свой десятилетний юбилей. На его счету сотни добрых дел во благо местного сообщества. Отряд отмечен дипломами муниципального и регионального уровня. Выпускники, прошедшие волонтёрскую школу в отряде, продолжают заниматься добровольчеством. Уже в статусе студентов вузов, предпринимателей, родителей, участвуя в акциях уже вместе со своими детьми или в качестве спонсоров. Приходят в отряд и юные волонтёры, которые полны идей и вдохновения. И здесь каждый находит возможность для самореализации и развития. И, как говорит Татьяна Геннадьевна, сердца наших ребят всегда открыты для добрых дел. И мне приятно сообщить, что Татьяна Геннадьевна Аракчеева является также номинантом премии «Добра памяти Фёдора Тахтамышева». Давайте познакомимся с этим удивительным человеком. Татьяна Геннадьевна Аракчеева Мне захотелось вернуть, наверное, как-то, что ли, это, да? И почему всё время мне помогают, но я же не такая беспомощная. Мне захотелось вернуть это добро. И волонтёрство – это как раз-таки шанс отдать. Отдать то, чему ты научилась, что ты умеешь очень хорошо. И как-то, может быть, это моя благодарность тем людям, которые когда-то вложили в меня свои силы. Поэтому очень много. Это моя работа сейчас, волонтёрство, да? Ну, я не перестаю как работать, так и именно волонтёрить в прямом смысле этого слова, да? Вот, своё свободное время, повеление своего сердца, скажем так, и безвозмездно. Я всё равно продолжаю это делать. Поэтому я очень люблю свою работу, очень. Очень люблю заниматься добровольчеством. И, наверное, именно поэтому у меня всё получается и складывается. Любой путь волонтёра начинается с неравнодушия. Вот когда ты не можешь пройти мимо бумажки, которая валяется на берегу, и ты её поднимаешь, и ты оглядываешься, понимаешь, что этих бумажек тысяча, и их надо собрать, и ты собираешь своих друзей и говоришь, «Ребята, пойдёмте уберём на набережной, там столько мусора!» Вот это уже первый волонтёрский поступок и первое движение. Вот начинать надо, наверное, вот с таких маленьких шагов, поступков, когда ты просто научишься видеть там, где эта помощь нужна. Вот когда ты не безразличен, не равнодушен, когда тебе не всё равно, что происходит вокруг, тогда получается и волонтёрство, и добровольчество, и всё складывается. Татьяна поняла, что детям-инвалидам Белой Калитвы недоступны спорт и развлечения, поэтому сама на третьем месяце беременности собрала волонтёров и провела с ними акцию «Добровольцы детям». Акция «Добровольцы детям» подарила её участникам ощущение собственной важности и нужности. И в 2012 году они объединились в волонтёрский отряд «Открытое сердце», который под руководством Татьяны стал лучшим в районе и третьим на Дону. «Я занимаюсь с ребятами-подростками, и у нас, конечно, уже сформировавшийся коллектив, и ребята-подростки тоже сформировавшиеся личности, имеющие своё мнение, имеющие свой опыт какой-то за плечами, пусть небольшой, но всё же. И уважать этих ребят, уважать их опыт, это, конечно, необходимо, и необходимо с ними советоваться в каких-либо вещах. Ещё помимо принципов в нашем коллективе выработались определённые правила, которых мы стараемся придерживаться. Итак, первое правило инклюзивного коллектива, вот его надо знать на зубок. «Открыто признаём отличия». То есть, приходя в коллектив, я всегда детям рассказываю о себе, о своих проблемах, о своих особенностях, почему я оказалась в инвалидной коляске, как я получила травму. Я никогда от ребят этого не скрываю. И когда идёт такой откровенный разговор, дети тоже начинают охотно делиться со своими проблемами, трудностями, сложностями. Тем самым, ребята, коллектив, они проникаются этим и стараются уже принять как-то детей, понять, может быть, это помочь, не отталкивая их. Поэтому мы открыто говорим о наших отличиях и открыто их признаём. Следующее правило – это то, что все должны быть в курсе происходящего. То есть, мы всегда с ребятами проговариваем всё, что у нас происходит. Все запланированные мероприятия, форумы, конкурсы о том, что где-то идёт регистрация, о том, что надо подать заявку, о том, что мы запланировали нужные волонтёры туда-то, туда-то. В нашем коллективе всё открыто. Третье правило – это все решения принимаем сообща. Ну, оно, соответственно, вытекает из предыдущего, да. Как я уже говорила, что принцип педагог и дети – коллеги. Поэтому мы сообща, всё решаем, участвуем в конкурсе, да, участвуем. Не участвуем, нет времени, нет желания, нет возможности у ребят. Соответственно, мы принимаем решения вместе. И ещё одно очень важное правило – это то, что каждый несёт равную степень ответственности. И если ребёнок с чем-то не справился, совершил какой-то проступок, да, то мы не можем быть к нему снисходительны только потому, что у него есть какие-то особенности или нарушения, да. И я никогда не позволяю себе куда-то опаздывать, не выполнить какую-то работу только потому, что я передвигаюсь на инвалидные коляски. Соответственно, и ребят я требую также, что если ты взялся за что-то, да, то ты несёшь ответственность за эту часть мероприятия или ещё за какую-то часть, да, нашего коллектива. Поэтому очень важно это понимать и стараться следовать этому. Ну, и ещё одно очень важное правило – это стараться поощрять каждого ребёнка. Опять-таки, в доп. образовании мы не можем позволить себе, да, одному ребёнку поощрить, поставить ему пять, как в школе, а другому поставить два, ты не выполнил свою работу. Конечно, нет. Нам необходимо найти те таланты, те особенности, да, те успехи, которые ребёнок совершил за год, за два нахождения в вашем коллективе, да, постараться, возможно, отправить этого ребёнка на конкурс, на форум, вручить ему грамоту, да, найти обязательно какой-то способ и найти что-то, за что этого ребёнка вы можете похвалить и поощрить, поощрить. И они везде успевают и в школе, и на... Она победитель областного конкурса «Лучший педагог дополнительного образования», она лауреат губернаторской премии. Сведением новых федеральных стандартов в образовании в этом году дети с инвалидностью имеют возможность учиться со всеми детьми в общеобразовательных школах. На уроках доброты, через художественные произведения, методом сравнения, различных примеров из повседневной жизни, дети учатся понимать существующее различие между людьми в характере, интересах, взглядах на мир, в том, что каждый из нас индивидуален, что мы не похожи друг на друга, но живём рядом и должны находить точки соприкосновения, чтобы всем в этом мире жилось комфортно и радостно. У нас в классе тоже есть необычный мальчик, да? И вот сегодня я хочу, чтобы вот эти ленточки, они, скажем так, теперь говорят о том, что вы много знаете о людях с инвалидами. Если вы будете бегать по школе, и у вас на портфеле или где-то будет привязана такая ленточка, он спросит, а что это такое, что за ленточка у тебя, и что вы скажете? Дети должны учиться вместе, и то, что нужно помогать всем инвалидам, и то, что это ленточка, чтобы все дружили вместе. Уроки очень понравились. Спасибо Татьяне Геннадьевне за её уроки, за то, что помогает нашим ребятам прививать чувство доброты, взаимопомощи, сострадания. Дети становятся более отзывчивыми. По мнению учителей, родителей и детей, уроки добра очень интересны и необычны, а главное, они учат быть более отзывчивыми и милосердными. Я рекомендую вам провести уроки доброты. Сейчас в интернете можно найти огромное количество различных уроков абсолютно на разные темы. Это может быть экология, это может быть дружба, это может быть помощь животным, помощь пожилым людям. На самом деле, тем для таких уроков очень много. Каждый подобный урок обычно включает в себя пару каких-то игр, игровых упражнений, также видеоролики, мультфильмы можно подобрать, обязательно какое-то визуальное восприятие необходимо. И проводя такие уроки, вы сами заметите, как ребята в коллективе будут действовать более сплочённо, и у вас будет более дружный коллектив. В рамках данного семинара я предлагаю вам провести урок доброты, который мною разработан. В приложении вы можете найти конспект урок, все необходимые материалы для него. И если у вас какие-то возникнут вопросы, я с удовольствием на них отвечу и поделюсь своим опытом. Ну что ж, удачи, и пусть в вашем коллективе всегда витает вдохновение. Спасибо, Татьяна Геннадьевна. Продолжение следует... Продолжение следует...